Уважаемые зрители, сегодня в нашей студии работает заместитель губернатора Мурманской области Евгений Викторович Некора. Доброе утро, уважаемые телезрители. Доброе утро, Елена Владимировна. Евгений Викторович, вы у нас в этом качестве впервые в студии. И я понимаю, что фронт работы у вас большой. Давайте сегодня остановимся на двух вопросах. Первый вопрос – это комплексный инвестплан по модернизации системы теплоснабжения Мурманской области. Это сложное название, поэтому, в первую очередь, вы нам объясните, мне и зрителям, в чем же преимущество этого плана и что он конкретно принесет зрителям. И вторая часть – это переселение из аварийного и ветхого жилья. Итак, начинаем. Ну, сокращенно КИП. Да, комплексный инвестиционный проект модернизации теплоснабжения Мурманской области до 2030 года. Немножко расскажу об истории начала реализации этого комплексного инвестиционного проекта. Дело в том, что еще в 2014 году, после встречи с нашим губернатором Мариной Васильевной Ковтман, президент Российской области Владимир Владимирович Путин, дал соответствующее поручение Минэнерго Российской Федерации, правительству Российской Федерации и правительству Мурманской области подготовить соответствующее предложение. И с поддержкой Минэнерго России мы подготовили очень серьезный документ. Занималось этим и Российское аналитическое агентство при Минэнерго, и наше Минэнерго ЖКХ. В результате мы сейчас стоим на пороге начала реализации самого крупного инвестиционного проекта в сфере теплоснабжения Мурманской области за всю историю региона. Что из себя представляет комплекс инвестиционный проект, и что мы с вами получим от его реализации? Цель была уйти от мазутозависимости, как можно быстрее. Да, основная цель это уйти от мазутозависимости, и мы сейчас имеем план ухода от мазутозависимости. Мы планируем... Только будем ходить в участие. Мы планируем где-то в течение ближайших пяти лет модернизировать действующие объекты теплоснабжения и построить новые. Это вы имеете в виду что? Котельные? Котельные. При этом число котельных, которые у нас есть в плане, уменьшается со 130 до 116 на 14 котельных. Мы меняем, кардинально меняем топливный баланс. Я сейчас приведу некоторые цифры для понимания. Мазут у нас снижается в топливном балансе почти в четыре раза. Сейчас у нас более миллиона тонн, будет чуть более 250. Мы так же мечтали, что с падением цен на нефть мазут станет дешевле, а он наоборот в два раза вывезет. Мазут, кстати, становится дешевле. В этом году даже субсидии, которые мы выделяем, компенсация выпадающих доходов нашим теплоснабжающим организациям, будет меньше примерно на 600 миллионов, чем в прошлом году. Мазут в средней погоде мы ожидаем, что будет дешевле, но он все равно слишком дорогой. И все равно, вот вы сейчас перевели немножко разговор к субсидиям, мы в 2014 году потратили почти 2 миллиарда 400 миллионов на компенсацию выпадающих доходов. В 2015 году более 2 миллиардов 600 миллионов. В этом году потратим около 2 миллиардов рублей. При реализации КИПа мы уже к 2020 году ожидаем, что эта величина уменьшится примерно на 800 миллионов рублей. Вы представляете, что такое 800 миллионов рублей в областном бюджете? Сколько можно хорошего сделать на это? Это и дополнительные социальные выплаты, и развитие инфраструктуры, и строительство новых социальных объектов. А к моменту возврата капитала, возврата инвестиций, потенциальными инвесторами, участниками КИПа, эта величина должна снизиться еще в два раза. А за счет чего это получится? Это получается за счет нескольких факторов. Первое. Как я уже начал говорить, у нас меняется топливный баланс. Уменьшается почти в 4 раза мазут, увеличивается почти в 3,5 раза уголь. Причем использование угля, которое основано на самых современных высокоэкологичных технологиях. Я это хотел бы подчеркнуть. Первый вопрос у зрителя. Уголь открытым способом, его перевалка? Перевалка угля, его использование в качестве топлива, на котельных это абсолютно разные вещи. И поверьте, есть не просто примеры, которые мы видели на картинках, есть примеры, которые мы видели и щупали собственными руками. Мы видели эти современные котельные угольные, которые работают и на территории Российской Федерации, и в свою очередь используют опыт работы современных котельных европейских. меняется, увеличивается доля электроэнергии, увеличится число и установленной мощности электрокотельных, от чего выиграют наши представители электрогенерации, и атомщики, и гидроэнергетика. Это вот совместная атомная энергетика и гидроэнергетика в общей... Выиграют и те, и другие, поскольку примерно мы ожидаем где-то на 70 мегаватт увеличится потребление электроэнергии предприятиями ЖКХ. В результате реализации КИПа. И впервые у нас в топливном балансе появляется торф. Впервые появляется местный вид топлива. То, что не завозится из других регионов, а будет добываться у нас на территории Мурманской области. Торф у нас пока в КИПе представлен новыми котельными в Терском районе. Но я хочу сказать, что по моим ожиданиям, тут можно три раза постучать, торф может выстрелить одним из первых. Что касается вообще сроков реализации КИПа, мы сейчас ведем очень плотную работу с потенциальными инвесторами. Несколько уже компаний приезжало сюда. До конца июня планируется приезда еще нескольких компаний. И они уже не просто начали совещаться, они готовят техническую документацию и поехали в муниципальное образование. Сразу хочу сказать, что у нас есть очень важная задача, которая стоит нескольких перед нами, а перед муниципальными образованиями. Это формирование земельных участков под реализацию этих проектов. Потому что предварительный технический аудит, анализ, который был проведен именно РГЖКХ и потенциальные инвесторы, говорят о том, что очень часто выгоднее не модернизировать действующие котельные, а строить новые. То есть построил новую котельную, ввел ее в эксплуатацию, закрыл старую. Кстати говоря, относительно преимуществ для людей, я вот сказал относительно того, как у нас уменьшится финансовая поддержка. Нагрузка на социальный бюджет. Нагрузка на областной бюджет в связи с этим, и что мы эти деньги можем направлять на другие важные для региона цели. Второй важный положительный фактор – это снижение темпов роста тарифа для населения. То есть без реализации КИПа у нас тарифы до 30-го года вырастут вот по такой кривой, к примеру. А с реализацией КИПа эта кривая, она в среднем будет значительно более пологой. В некоторых муниципальных образованиях, тут нет универсального рецепта и никакой универсальной арифметики, в некоторых муниципальных образованиях тарифы могут упасть. За счет чего? За счет того, что во многих муниципальных образованиях котельные предприятия ЖКХ работают с очень низким коэффициентом полезного действия. Очень высокие потери в сетях. Я, занимаясь вопросами ЖКХ теплоснабжения в городе Полярной Изюри, могу сказать, что только те мероприятия, которые были там реализованы, консервы с РГА, после приобретения теплоснабжающего комплекса, позволили практически на треть снизить потери в сетях. Причем мероприятия недорогие, их реализовали за два года. Поэтому увеличение КПД, ресурсоснабжающих предприятий, предприятий ЖКХ, снижение потерь, новые технологии, самые современные технологии, они ведут к снижению расходов населения или к снижению темпов роста расходов населения на коммунальные услуги. И, естественно, инвесторы не заинтересованы строить что-то неэффективное, им нужно возврат капитала. Хотя это и длинные деньги, не короткие, потому что могу прямо сказать, что один из крупнейших негосударственных пенсионных фондов России как раз в первом пуле инвесторов проявил интерес к реализации проектов на территории Мурманской области, поскольку государство... Какие, если не секрет? Секрет пока, потому что они выбирают, грубо говоря, первые 10 котельных. У нас есть общий перечень, есть первый этап в рамках дорожной карты, но при этом мы не заставляем инвесторов обязательно начинать вот с этого объекта, с этого или с этого. Нам необходимо, чтобы, в конце концов, все наши объекты попали в зону реализации инвестпроекта, конституционных соглашений. А кто из инвесторов какой объект выберет, тем более все равно это будет конкурс конституционных соглашений, это уже в том числе и их вопрос. Они имеют право выбрать проект, и мы в любом случае оказываемся в выигрыше, в выигрыше оказывается население.